Добрый день! На протягу двух дней тут проходили презентации книг и выставочных проектов, демонстрации книжных новинок и друкованной продукции. Одной из главных падей свято стало уручение первой национальной литературной премии Беларуси. До других тем, просягу на верность родиме приняли першокурсники, которые поступили на военно-транспортный факультет Беларусского державного университета транспорта. Слово урочистой клятвы молодые люди промовили в присутности своих родных, близких и старейших товарищей. За тем, как проходил ритуал, надзирала наша здымочная бригада. Тяжер автомата у руках, легкое хвалявание, дрожание в голосе и стук сердца. Такие отшувания, знаемые каждому, кто когда-нибудь промовлял слова военной присяги. Ее текст новобранцы ведают на память. Лист у руках на выпадок, когда хвалявание усёж возьми вверх. Дары, чы справляются першокурсники выдатно. Строявый круг и последовательность дейню, отпрацованы под час занятков на пляце. А кроме того, новобранцы пройшли курс молодого бойца, отрымавши уявление про то, что их чакает у годы в учобы. Шесть утра подъем был, вот это было весело. Всё время поднимали нас с кровати, заселали, всё учили. Ходили в походы. Выбор взял я уже давно, 55 лет назад, когда мой брат только поступил сюда. Да, я вот тоже пошёл за ним, по стопам брата. Мы военную династию создадим. Военно-транспортный факультет у Беларуськом державном университете транспорта был створен в 2003 году. До этого на протяжении 50-ти годов дейничала военная кафедра. На её были закладены традиции подрихтовки специалистов, запотребованы как в Узбройных силах, так и в Господарчо-промисловом комплексе. Выпускники могут быть уповнены, без працы они не застанутся. Наши курсанты уже готовы выполнить задачу, уже начиная со второго курса и достойно выполняют уже задачи в ходе войсковой практики и стажировки. Участвуя в государственных программах, реализуют те программы, получает государство действительно значимые объекты. Но самое главное, их будет задача, это не допустить конфликтов, развязывания войн и, конечно же, мирное небо над головой. Руслан Пралязковский, Олеса Рудзянкова, Валера Игапанько, Телерадиокампания «Гумель». Минулое лето стало вельми поспяховым для выхованцев Клуба юных пожарных города Мазыра. Празовое место принесу делу в первом этапе чемпионата Беларуси по автомодельным спорте и чемпионате по программированию сяро студентов и школьников. Яго проводил факультет прикладной математики и информатики Беларусского державного университета. Гэты перемоги принесли ускарбонку выхованцев Мазырского клуба юных пожарных новые медали. За 25 годов основания установы их собралось стольки, что тяжко и перележить. Инициатива створения клуба належала мясцовым воротовальникам, які таким чином вырошили проводить больше активную профилактичную работу с наученцами. А в том, что такая форма сподобалась арабятам, свечшие тениснования установы на протягу уже трех десятков годов. А так само шматлики и перемоги в республиканских и международных конкурсах и олимпиадах по пожарно-воротовальному спорте, пожарно-техничным моделеванні и спортивным программированні. Только за пошня 8 годов у клубе подрехтовали 7 призеров международных олимпиад по информатице. Своими руками ребята вырабляють ауто, авиа, судно-модели. Выхованцы клуба юных пожарных после отримания отповедной аддукации працують у шастях Мазырского гаррая отдела по надзвычайных ситуациях. Мы как-то приняли первый раз в то время в Всероссийской олимпиаде по спортивному программированию. Мы там как бы навели фурор. Мы оказались выше команд Санкт-Петербурга, Москвы. И в статье есть профессор Парфенов, он высказался так, что победа мозырских школьников сравнима, как бы ихня мозырская команда победила таких грандов футбола, как Реал, Джелси. Мы снимаем перед ними шляп. У Нароли открылся шостый по лику музей. Музей дятинства, знайомец с предметами, які у розные часы супроводжали человека от народжения до закончения школы. Причим, по словах организаторов, экспозиция яше буде попаўняцца у тем лику редкими речами. Олег Синцеров поназіраў за ураженнями перших наведвальников. Початок к створению сетки музейных установ на ровлянских районах паклали ў 1991-м, калі тут адкрылі музей этнографі, але саправдны бум пачаўся гадоў 10-таму. Музей Рамёстову, музей сетскагагандлю, музей пошта, музей істориў района. Усе без выключэння размещаны ў школах, а таму николі не пустуюць. Крыгэтым пераважна бошыць экспонатов, саправдныя, як да речі і ў новым музеў дятінства, сярыт эго петшых наведвальников, керунькі в області района. Экскурсоводы слухаюць уважливо, а потім деліцца ўражнямі. Саправды, рані тэш цацки бэлі махчамы не такі прыгожі, як зараз, але яны бэлі добрыми. Другога вызначэння не знайдеш. Нет этого уродства фантастического, вот этой фантасмагории в игрушках, как было, как наблюдается она теперь. То есть игрушки воспитывали и развивали дітей. Самое главное – воспитывали. А что для маленького ребёнка? Конечно, надо его воспитать человеком, что нормальным человеком выраст. Но вот советские игрушки – это всё, советские игрушки – это всё хорошо просматривать. Особлилось у сих школьных Таруянских музеев у тым, что до любого экспоната можно докрануться руками, по великим рахунку яны иствораны школьниками, членами мясового крыльзнавчика гуртка под керавництвом наставника Василя Чайки. Почас экспедицій по вёстках района у их отрымлюється знайсі такі речі, што потом сами з'являюцца. Напыла, самый незвычайный портфель ў історії Беларусі. Менавіта ў гэтай якості выкарастовлі скриню спад немецкай зброї. Далече подручнікав і шитку тады таксамы не було, а тому писалі на звычайной газеці. Хать на Равлянській музеї гэтай не просто тікаві експанаты, шиткі розних часов, куток двоечніка, школьні подручнікі, по кожному разділі можна проводзіць особне дослідовання, експозиція музея дзятінства будзе поповняцца, ёсь, наприклад, планы привечіць сюды саправданую дзятішвю колыску за одного з білых панських майонтків. Такі експанаты таксамы знайшлі, але саме головне, що тепер ўсё гэтай можна просто прісті і ўбачыць. Наверное, треба подрастаючому поколіню знати свої корні, треба знати свою історію і цініть то, що ми суміли зберіць і показати подрастаючому поколіню. Тому це хороше дзяло. Музей в школі, я считаю, должен быть. І наш музей – це гордість наша. Олег Сентюров, Євген Макеїнка, Телераду і компанія «Гомель» з Нарулю. Я в спорці. Гомельські команды «Беларускай Чигунка» і ВРЗ набрали перші очки у чемпіонаті країны по міні-футболі. Ночнікі дома пераігралі Ньоман з Бярозовкі з лікам 3-1, а вагонобудовнікі Крыхунічакана оказаліся мацнішімі за Вітіпскі Вітэн – 5-1. Другі тур чемпіонату ознаменаваўся першім обласным дерби. Светлагорскі ЦКК завітаў у гості до агрокамбіната Паудньове. Светлагорскія команда пакульне у лепшай формі. Футболісты почалі падрихтовку до чемпіонату прикладна за тыдзінь до яго старту. Аль яшчэ ў першім туры ў гульні супрацвітэна яны паказалі, што недооцэнівац іх не варта. Паудньовы і ЦКК ў чемпіонаті раніні не сустракаліся, а таму гульню пачалі вельмі астярошна. Першытаэм был не вельмі багаты на небаспечныя моманты. У другім гульня стала больш вострай і хуткай. І перавага была на баку господароў. Першы гул балельшыкі ўбачылі за 4 хвіліны да заканчэння гульні. Дагэтага Паудньовы паспел адыград 2 хвіліны ў меншэці пасля выдалэні аднаго з гульцэў. А таксэма не забі 10-метровы ўдар прызначэны за перабор фалоў футбалістамі ЦКК. Аткрыл лік Дяніс Сімянюк, які не разгубіўся каляч ўжых варот. Праз 2 хвіліны Паудньовы зняў пытані аб перамошцы, падвоюшы перавагу. Артём Кудраўцаў реалізавав 10-метровы. Такім чынам ЦКК застаецца адзіным працтавніком нашага регіона, які не набрав очков. А ў Паудньов га стопроцентны вынік. Шэсть очков пасля дзьвух гульняў. Игра равна, вы сами видели, но им повезло больше, чем нам. Видно, што рэбята как бы мандражировали немножко, и украинцы наши, они показали то, што они могут показать. Даже сравнить их и уровень с первой игрой, с этой немножко, они их стесняла как-то. Ну, беларусы сёдня хорошо отыграли. Новина регіона, информация об проектах теле радиокампании Гомель вы можете знайсці на нашым сайте у интернеті по адресі www.civergomel.by На гэтым выпускы завершаны. У студии працаваў Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустрэчы.